Во второй день мы решили вновь поехать в лес, но на этот раз уехали гораздо дальше, чем вчера. Мы находимся в хуторе Семигорский, это уже Новороссийский район. Ищем места, где можно погулять по лесу, возможно, даже насобирать кизил, потому что мы уже увидели, что это реально, потому что люди стоят вдоль дорог с большими ведрами и продают кизил. Значит, где-то они его собирают. Вот, леса здесь просто неприступные. Ой, да, дорога плохая. В итоге мы решили, что оставляем машину и идем пешком смотреть кизил. Уже увидели, что деревья кизилы, вот они наверху. Кизил есть, но здесь, скорее всего, все высобирано, да здесь какая-то помойка, поэтому идем дальше вглубь леса. Уже я уверена, что мы насобираем его, сегодня отпробуем. Отпробуем, как полагается, что это за ягода такая. Ну вот и пойдем, погуляем по лесу. Сегодня, кстати, вроде комаров нет. Но это уж не то что-то, это боярышник наверху. В общем, вот это, да, листья кизила? Вот он. Ты че? В общем, растет, растет здесь. Главное найти деревья, которые не обобраны. А вот, смотрите, тоже кизил. Да, вот он вообще. Да, было тут много уже, в самом деле. Да, вот он. Прям растет. Только он еще и не дозревший какой-то. Ого, сколько его! Но он не дозревший. Надо кушать только дозревший. Прям деревья не обобранные. Кослющий! Он что-нибудь дозрев. Но люди у дороги продают, они размером гораздо больше, по-моему. Может быть, садовый, не знаю. Так как мы никуда не торопимся, мы как раз же и приехали, чтобы погулять по лесу. Поэтому погуляем, посмотрим. Если что, наберем кизил. Непривычные, конечно, для северного человека такие леса. Они прям, ну, непроходимые. Настолько непроходимые, конечно, смешанные леса были у нас на Урале. Но здесь они какие-то, ну, прямо, ну, сверх непроходимые. Палки все так узко и невозможно протиснуться. Хорошо, хоть еще комаров нет сейчас. То, что вчера было, просто полный атас. Вчера нас съели. И съели настолько, что сегодня все лицо, все чешется от комариных укусов. Он, смотри, прям крошица, которая съели. Осыпается он. Вот, собирайте. Так кушать надо просто. Угу. Угу, хотя вкусный. Жалко, что он настолько осыпал сегодня на зиму. Вкус у него какой-то вот интересный. Ой, сколько его. Вот именно, который поспел, он быстро, видишь, опадает прям. Угу. А который крепко держится, он ощутит, поспел. Угу. Вот его и продают вот такими размерами. Мы тут вот что подумали. Когда мы стали опускать ветку, то весь спелый кизил, он упал. То есть, когда он поспевает, он просто уже не держится на ветках. И мы подумали, а может быть, люди так его и собирают, что-нибудь стелят на землю. Потом трясут ветку, а все падает, и они собирают потом. Как вариант, потому что, ну, который на ветках висит, он очень кислый. Он такой даже терпковатый, можно сказать. А вот на земле, который упал, вот он очень вкусный. Ой. Он какой-то не очень, дядя. Невкусный. Ну, может, просто не поспел еще. Просто не поспел. Да, надо, который поспел. Вот именно, который опадает, он вкуснее. Вот, крупный, покажи. Вот это кизил. Вот такого размера кизилы продают на дорогах, на трассах. Вчера мы собирали, который был очень маленький. Этот. Но в другом лес-то был совсем другой. Да нет, похожий был. О, не поспевший. Он прям должен быть мягким. О, кислый. Это есть. Да. Слушай, видишь, тоже вода сходила. Да, точно, видимо, ручей был. Давайте посмотрим. Если мы там пройдем, конечно. Хорошо. Идем мы и услышали звук, как вода падает, знаете, ручей. Да, вода будет. Вода, да? Может быть, какой-нибудь источник, например. Да, вон он. Видно? Да. О-о-о. Он оттуда идет, где-то он, слышишь? Чистая так-то. Ой, точно. А-а-а. Слушайте, так она прям чистая. Угу. Красивая. Это водопадик там. Да, водопадик. Только из-за вот этих деревьев не видно. Угу. А на карте не обозначено даже. Угу. Ой, это что такое? Угу. Что это за дерево? Орехи какие-то. Семена внутри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Орех какой-то такой. Это что вообще такое? Точно. Я не знаю, что это. Я раз такое вижу. Угу, высокое. Ой. Сейчас вода чистая. Угу. Ну, что вы видите. Уже каилом дать. Смотри, тут много таких местных деревьев. Ага. В общем, ручей откуда ни возьмись появился у нас на дороге. Вот действительно самое интересное, что на карте даже он не обозначен. Тут можно гулять, да? Ну да. Гулять здесь комфортно. А у нас комаров нету. Да. Незапно. Да, много, но надо именно... Поспевшие, да? Угу. Угу. Ну, ладно, что-то надо. Покажи, покажи. Первый гриб. Да. Ну-ка, ну-ка. Синявка? Да. Синявочка. Понюхать нам. Гриб. Грибом пахнет. Гриб. Синявку нашел. Ага, ну она переросшая. Все-таки мне кажется, что местные жители их собирают, а потом они доспевают и потом они продают. А дома их будет доспевать? Ну и не знаю. Может, они будут. Вот гриб. Синявка растет. Ага. Из него можно что сделать? Можно пожарить, можно и грибом сварить. Он червивый. Ммм. Ой, грибами пахнет, как на Урале. Да. Запах грибной. Видели такие грибы, которые папа сказал, что называются медвежий табак. На них наступаешь, и они воняют. Воздух такой, как будто издают. Вот они. И если вы спросите, что это за лес, какие здесь деревья, помимо кизила, здесь весь лес в дубовых деревьях. Под ногами желуди валяются. Прям очень много. Вот они, желуди. Повстречали мы сегодня местного жителя в лесу. И вот он нам показал, какие грибы он нашел в лесу. А вот, пожалуйста, скажите, какие это грибы у вас. Вот это гриб, трудовик. Это его сушат и подпаливают от комаров, чтобы не было комаров, не кусали комары. Это грузди. Вот они, грузди. Вот тоже грузди. Это маслята. И еще тут больше ничего такого нет. Ну, вот снявки, да? Снявки, да. Там снявки есть. Ну, снявки, грузди. Больше ничего такого нет. А этот какой гриб? Это, наверное, грузди, да, Витя? Это грузди, да. Ну, да. Конечно, в таком лесу вроде бы думаешь, грибы должны бы, да? А как бы это здесь идем? Рано еще. Рано еще, да? Рано еще, да. А, рано еще. А в каком месяце вообще лучше за грибами сюда приходить? Приезжать. Орктябрь, ноябрь. А сейчас пока, да. Ну, это летние грибы. Осенние, осенние опята будут. Грузди будут тоже осенние. Так что, попозже немножко. Когда дожди будут, тепло будет после дожди. Тогда приходите. А сейчас делать нечего. А далеко надо вообще в лес идти? Далеко. Далеко, да? Так вот здесь, где-то рядышком нет, да? Есть. Есть, да? Есть, да. Вот сейчас вот поднимает, изи вот на этом склоне и пошли так. Вот единственное, что мне не понравилось, вот ходить по таким дорожкам очень тяжело. Потому что если ты идешь, если в обычном, ну, по обычному лесу, то там тропиночки, а здесь все нужно под ноги смотреть, камушки, и нужно подниматься все в гору, вверху, кверху. Вот для меня вот это непривычно. Это разве горы? Это еще не горы. Это еще не горы, да? Нет, нет, это так. Горы там, дальше. Дальше, да. Семигорье – это начало Кавказского хребта. Там вот дальше, там, хорошие, там, не обхватишь руками здесь, вот дерево ложите, трясете дерево, оно сыпается. Потом собираете бедро. А так собирать по одной ягодке – это один вариант. От листьев все убираете, потом дома разлаживаете, где-нибудь темное место. Он, когда мягкий становится, всегда вкусный, сладкий вкусный. А так с дерева он вяжет, и он кислый. Едем по дороге, а тут черепаха ползет. Ой, какая она большая. Вообще. Боится нас? Да. Это большая черепашка-то, да? Хвостик у нее. Ой, что-то там она шипит. Ну, так она же защищается. Разговаривает. Таки кухни у нее. Ой! Ругается. Конечно, если мы взяли ее и ее дом, конечно, она будет ругаться. Кухни у нее. Ругается. Ой, как она бегает быстро. Ой, как она трогает. Вот так вот, видишь? Колючая, колючая. Почему она так быстро бегает? Держи. Все же говорят, что тихо ходишь, как черепаха. Я не могу, она такая тяжелая. Задние включает. О, задняя передача. Какая она шустрая. Так почему говорят, что медленная, да, как черепаха? Она вон. Она вообще метеор. Большая черепашка. Большая. Боится, да? Да, конечно. Колючая у нее очень лапа. Ну, я говорю, ну, я. Я не знаю даже, как ее держать. Она прям пытается вырваться. Ну, мы, конечно, ее сейчас отпустим, понятное дело. Но она такая тяжелая. Да, тяжеленькая. Ну, какая черепашка. Отпускает. Сейчас останавливались покушать. Уже покушали. Комары заедают нас везде. Просто в этом году какая-то напасть с комарами. И неважно, наш это район, не наш это район. Нам всегда вы говорите, мои зрители, что Ой, у вас столько комаров, потому что у вас там лиманы. У вас их просто полчища. Нет, нет. Они везде по Краснодарскому краю, потому что прошли обильные осадки. И они просто размножаются, как бешеные. Накусали очень сильно. Вот даже сейчас просто посидели. Все, у меня уже даже лицо накусанное. Так что нашествие комаров в этом году по всему Краснодарскому краю. Их вообще куча полчища комаринная. Да, зря мы сюда ем. Так, интересно, вдали видите, какой-то как бы тачок и белое все. Это карьера. Чтобы развернуться, не? Да, да. Вообще комарья. Ой, еть, 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 еть. Это... Местный житель нам рассказал, что кизил собирают таким образом. Ищут дерево, которое усыпано ягодами. Внизу расстилают что-нибудь, пленку. Ну, так как у нас был с собой коврик, покрывало, мы его будем расстилать. Дальше трясут дерево. И те ягоды, которые поспели, они просто-напросто падают. И люди их собирают в ведро. Все. Все очень просто. О, кизилопата. Только рядом. Видимо, здесь на нем, наверное, не так много. Потому что, видишь, очень много зеленого. Ну, как бы не спелого осталось еще. Вот. Это спелый. Нет, наверху очень много не спелого. Угу. В этот раз побольше она падала, да? Ну, вот сейчас это может покрывало просто взять, так спряхнуть, все, до дома перебрать. Ну, да, точно. Сереж, помоги вот это, давай сразу так. Чтобы не по штучке, а давай. Здесь он нормальный. Давай сначала тихонечко. Ну, да, чтобы потом не затоптать. Вот он, кизил. Какой-то доспеет. Ну, какой-то уже можно кушать. Интересно, что их трясут, да? Ну, может быть. Так так, муж уже сказал, что трясут. Не собирают его так, а трясут. Ну, это и так вот удобно, да? Вот это вот хорошее вес. Телое. Ну, они растут таким высоким деревьем-то. Ага. Не кустарником. Не, а кустарником просто. Дальше у нас наши деревья-то не прижились. Ага. Ни два дерева, и ни одно не прижилось. А может, приживется, кто его знает. Ну, как прижилось, у него уже все. По весне нормально было, а вот летом жарко, оно почему-то засохло. Вот еще бы таких пару деревьев. Да, и все. Ну, нормально. Пол ведра бы точно не подрежить. Ну, да. Лошади испугались нас, и пастух их немножко туда увел. Они от страха не по дороге шли. О, охрана! Маленькая охрана! Молодец, молодец, молодец. Хорошая такая маленькая охрана! Будьте мое, Марфея! Молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Кого только можно в лесу не встать, да? И вот такой вот у нас сбор получился сегодня кизила. Такое вот ведро. Какой-то доспеет, какой-то уже готов к тому, чтобы его покушать. Ну, мы в любом случае сегодня открыли для себя новые места, где можно собирать эту ягоду, у которой сейчас осенью уже сезон. Я думаю, многие из вас видели, как на обочинах стоят бабушки или просто люди на машинах, и у них такие ведра с такой маленькой ягодой. Так вот, это кизил, собственно. Теперь мы знаем, что его на самом-то деле несложно совсем собирать, и это очень вкусная ягода. Кисленькая, но вкусная. Теперь мы готовим després, чтобы было здорово. Д不會. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok